Заметки электрика Эти трубки с припоем позволяют быстро и качественно соединить провода с помощью термофена, горелки или обычной зажигалки Кому как удобнее При этом место соединения проводников получается герметичным То есть полностью защищенным от попадания на него влаги Что придает этим трубкам еще больше преимуществ Трубки имеют различные цвета в зависимости от сечения соединяемых проводников Белый цвет это у нас сечение от 0,3 до 0,5 квадратных миллиметров Ее диаметр составляет 1,5 миллиметра Далее идет у нас красный цвет это от 0,5 до 1 квадратного миллиметра Ее диаметр составляет 3 миллиметра Далее идет синий цвет это от 1 до 2,5 квадратных миллиметров Диаметр трубочки 5 миллиметров И последний вариант это желтый Для соединения проводников сечением 4 квадратных миллиметра Ее диаметр составляет 6 миллиметров В середине термоусадочной трубки находится припой Вот он Цветные кольца на трубках это не только функция разделения трубок по сечению Это еще утолщенная термоусадка с клеевым основанием Которая и обеспечивает герметичность данного соединения Ну а также в некоторой степени прочность соединения на разрыв Покажу на примере синей трубочки Напомню что с помощью нее можно соединять проводники сечением от 1 до 2,5 квадратных миллиметров Возьмем 2,5 квадрата гибкий ПВ-3 Сниму изоляцию с проводников примерно на длину припоя На самом деле как-то маловато получается Но посмотрим результаты Ну а далее что Далее стыкуем проводники в трубки в том месте где расположен у нас припой Так, одна готова Вот примерно таким образом Ну а теперь с помощью фена прогреем припой Ну и в дальнейшем всю термоусадочную трубку Ну и в дальнейшем К сожалению припой при 200 градусах еще не расплавился Поэтому я добавлю температуру До его расплавления градусов Так, не знаю, ну 300 давайте попробуем Вот пошел расплавляться, видите Ну а в дальнейшем В качестве второго примера я решил показать вам Соединение двух уже жестких проводников ПВ-1 Сечением 1 квадратный миллиметр с помощью красной трубочки Все делаем аналогично Зачистили изоляцию на длину припоя И сейчас вставляем проводники в трубочку Так, и второй Ну вот так вот получилось И сейчас аналогично Усадим трубочку феном Так, плавиться начал Вот припой В общем получилось следующим образом При 300 градусах удалось расплавить припой При 200 как-то он не хотел растекаться Ну вот получилось Вот такое вот соединение Так, и вот у нас второе Мне кажется, что здесь Недостаточно припоя Чтобы качественно выполнить соединение Видно оголенные участки Он как-то спекся вот в одном месте Вот здесь вот В этом месте его уже нет В общем, как-то не знаю Подозрения у меня есть Тем не менее, вот эти вот цветные Термоусадки с клеевым основанием Достаточно обжали изоляцию проводников И надеюсь, они обеспечили герметичность соединения О чем я вам и говорил ранее Ну, это все теория Давайте-ка мы посмотрим Как данные соединения Выдержат свой номинальный ток Напомню, что длительно допустимый ток Проводников 2,5 квадратных миллиметра Составляет около 25 ампер Это если брать прям по минимуму И если здесь будет недостаточный контакт Слабый контакт, плохой контакт То вот это место соединения Будет безусловно греться Соответственно и здесь Здесь у нас сечение 1 квадратный миллиметр И у нас минимальный длительно допустимый ток Для этих проводников составит Порядка 14 ампер Вот у нас ток 25 ампер И подождем Посмотрим, что у нас с нашим соединением Будет происходить Как оно будет греться Или не будет греться В общем, ждем Прошло уже 1800 секунд Посмотрите, ситуация не так плоха, как я думал Ну где-то 47, там 48 градусов Если честно, то я думал Будет гораздо хуже Вот у нас у автомата Даже больше нагрев здесь идет Видите, под 50 Нежели соединение Вот в этой вот Нашей пайке Вот интересно получается Интересное явление Вроде автомат, шнайдер И при токе 25 ампер Видите, здесь нагрев 52 градуса То есть у нас Не как нагрелось Наше соединение Нежели как нагрелся Сам автомат Видите, 47 Здесь 45 Вот самое горячее место Вот с другой стороны Смотрите 51 градус Вот Это я уже отключил То есть уже время Там минутка уже прошла Навел 14 ампер Для нашего Для нашего второго Примера И вот наше Соединение Ну давайте так же Подождем Немножечко 900 секунд Ток 14 ампер А здесь ситуация Кстати Полностью наоборот Здесь по-моему Самая горячая точка Это именно в соединении Вот 45 градусов Уже уловил А сами провода Видите Имеет меньшую температуру 38 Там 33 Вот видите О чем я говорил 47 градусов Максимальная 50 Вот в этой точке Сам непосредственно Контакты Но здесь ситуация Выглядит Немножко хуже То есть Здесь явно Происходит нагрев И явно В месте Соединения Двух проводников Может быть Это связано С тем Что я использовал Здесь Однопроволочные провода Возможно Что при использовании Многожильного провода Многожильных проводников Припой лучше Расплавляется И проникает Между Между Жилок Тем самым Скрепляя их Между собой Здесь ситуация Выглядит Немножко хуже Ну и в заключении Я решил еще проверить Полученные соединения На разрыв Хотя бы Приблизительно Оценить Достаточно крепко Вот со всей силы Пытаюсь Не могу Разорвать В общем Вручную Я не могу Разорвать Данное соединение Попробую С помощью Инструмента Во Вот теперь Удалось Так Ну давайте Следующее Здесь тоже Попробую Сначала Руками Здесь Достаточно Легко Вот у нас Наше Соединение Здесь Припоя Больше Так то Здесь В принципе Видно Что Равномерно Растекся По сечению Проводника Вот таким Вот образом Было Соединено СПВ1 Вот такая Вот ситуация У нас Здесь Вот такая Пустота Как показывает Данный Эксперимент То Трубки С припоем Больше подходят Все таки Для многожильных Проводников Термоусадочные Трубки Вполне Вполне Годные К эксплуатации Естественно Что В слаботочных Сетях Это может Быть Цепь освещения Например При подключении Светильников На улице Почему бы и нет Соединение Получается Как не как Герметичное При подключении Датчиков Движения Фотереле Ну вот такая Вот слаботочная Нагрузка Может быть Какие то Временные Схемы Подключения Использовать Данное Соединение В стационарной Электропроводке Подключать Силовые И розеточные Линии Я бы точно Не рискнул Да и вам Не советую Надеюсь Что данное Видео Было вам полезно Если оно Вам понравилось То обязательно Ставьте лайки Обязательно Подписывайтесь На канал Если вы Раньше встречались С подобным Видом Соединения То расскажите В комментариях Своё мнение О них Ну на этом Я заканчиваю С вами был Дмитрий Автор канала Заметки Электрика До новых встреч Продолжение следует